Если вас интересует, ставьте лайк, подписывайтесь. Давайте попробуем спрогнозировать, чего нам ожидать от фондового рынка завтра, в понедельник, 16 марта. Ну, для начала вспомним, чем закрылись российские и американские рынки в пятницу. Индекс РТС прибавил 2,6%, индекс Мосбиржи 1,3%. Это был долгожданный, пусть и незначительный, но отскок после очень серьезного падения, которое продолжалось всю прошлую неделю. Вечером тренд поддержали и американские рынки, которые выросли еще больше. В частности, индекс Dow Jones вырос на 9,4%, индекс S&P 500 на 9,3%. Многие эксперты даже полагали, что это можно назвать разворотом. Такой серьезный рост, но так это или нет, возможно, нам покажут следующая неделя. Итак, для того, чтобы попытаться построить прогноз на следующую торговую неделю и на понедельник, в частности, нам необходимо проанализировать новостные ленты касательно основной триады, так называемой, которая сейчас движет мировые индексы вверх или вниз. Триада – это следующее. Первая тема – это нефть и все, что касается нефти. Значит, какие последние новости? Ну, после того, как серьезные дяди на заседании ОПЕК+, 6 марта, разругались на тему снижения нефтедобычи. В общем-то, никаких хороших новостей не появилось. Нефть продолжает стремительно падать, уже достигла 33 долларов за баррель. Саудовская Аравия и еще ряд стран, входящих в ОПЕК, в частности, Кувейт, заявили о том, что объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что они намерены продавать нефть с дисконтом и также наращивать нефтедобычу. Россия в этой ситуации пытается сохранять хладнокровие, спокойствие. Не хочется употреблять термин, что мы делаем хорошую мину при плохой игре. Но все происходящее, конечно, очень сильно настораживает. Все наши официальные лица заявляют, что мы прекрасно переживем кризис даже с ценой нефти в пределах 40 долларов. Но в это верится, конечно, очень слабо. Что касается других стран, то Америка, приемлемые для нее цены на ее сланцевую нефть составляют примерно 40 долларов за баррель. А вот Саудовская Аравия, которая сейчас сильнее всех брончит доспехами, все сходятся во мнении, что для нее вся цена ниже 60 долларов уже критична и неминуемо повлечет серьезные последствия для их бюджета. Недавно Москва вроде как предлагала Саудовской Аравии повторно в апреле-май сесть за стол переговоров. Однако арабы пока держатся гордо. Они оскорблены, они обижены, что Россия вышла из системы ограничений существующих и, соответственно, пока не видят перспектив в этих переговорах. Так что, если ничего в ближайшее время не изменится, нефть расти, естественно, не будет. Возможно, продолжится падение. Goldman Sachs считает, что может достигнуть и 25, и 20 долларов за баррель. Ну и когда произойдет восстановление, чем положительное. Итак, фактор номер два. Это известный актер Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки как главный вектор мировой экономики и те меры, которые они планируют принимать. Ну, в частности, намечен пакет мер против известной вирусной инфекции из Китая, которую не принято называть вслух. И, что более важно, 16-17 марта ФРС, Федеральная резервная система, планирует в очередной раз снижать свою ставку. Это может дать как краткосрочный, так и довольно долгосрочный положительный импульс для американского рынка, а за американским последуют и все остальные потянутся. Другой вопрос, что эта ставка, она и так уже очень велика, и вот этот механизм помощи американской экономики, он уже сильно ограничен. То есть, пределы снижения уже близки. И дальше снижать эту ставку ФРС, к сожалению, не сможет. Тем не менее, если снижение произойдет именно 16-го числа, то есть понедельник, то очень вероятно, что американская экономика и мировая вслед за ней отреагирует хорошим ростом. Ну и третий фактор, самый, пожалуй, тревожный, это распространение той самой неназванной инфекции. Жуткие новости. Страны закрывают границы, отменяются спортивные мероприятия, приостанавливаются чемпионаты. К частности, недавно было озвучено приостановление чемпионата России, российской футбольной премьер-лиги и плей-офф, кандидатальной хоккейной лиги. Канцлер Австрии недавно вообще назвал происходящее самой крупной угрозой для его страны и вообще для человечества со времен Второй мировой войны. То есть новости одна страшнее другой. Растет количество инфицированных, растет количество летальных исходов. Просто кошмар творится в Италии и не только в ней. Так что вот этот фактор, я так думаю, вызывает наибольшую тревогу. Итак, что мы имеем по совокупности? Нефть. Информационный фонд скорее отрицательный. Если нефть пойдет вниз, то, скорее всего, хорошей динамики на фондовом рынке мы в понедельник не увидим. Фактор Америки и Федеральной резервной системы Америки. Здесь информация скорее положительная. Мы ждем хороших новостей, которые могут перевесить все остальные. Ну и третье – это распространение популярной инфекции. Здесь все очень плохо и пока просвета не видно. В итоге, как все эти три фактора выстрелят, как они сольются воедино, прогнозировать сложно. Я скорее поставил бы на незначительно положительный прогноз. Возможно, в понедельник мы увидим продолжение позитивного тренда, который наметился в пятницу, и рынки немножко вырастут. Но это все непредсказуемо, и события меняются стремительно. Новостная лента может измениться даже в течение ближайших нескольких часов. Поэтому прогнозирование сегодня тенденции на фондовом рынке есть во многом гадание на кофейной гуще. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Будем переживать все эти тяжелые кризисные времена вместе.